здравствуйте это канал дикий лайв меня зовут виталий дикий спасибо что подписываетесь сегодня наш гость военный эксперт гарри табок соединенных штабов америки добрый вам день гарри спасибо что нашли время давайте поговорим о том что сейчас волнует многих ну во первых хотел бы спросить почему опять в американских сми активно начали проявлять скепсис по поводу нашего украинского контрнаступления чем это связано и кто за этим стоит этим связано с тем что убеждали полтора года что украины все есть что она готова к наступлению что вот сейчас получим это и получим то сидите спокойно ничего не требуйте минерал заложенный за вас все решил не слушайте этих там разных царапистов и еще кого-то не знаю которые пытаются поссорить соединенные штаты америки с украины пришло время когда они говорят наступайте он все дали что могли сейчас даже говорят дали больше чем кому-либо со времен второй мировой войны а вы вот украинцы никак не можете это сделать перейти в наступление изгнать россии в своей территории все конечно это ужасно гайна немножко другом хотел спросить ведь на самом деле владимир зеленский говорил что западные партнеры не смогли предоставить самое необходимое поэтому контрнаступление очень сильно затянулась по времени я говорю о начале всего этого значит у зеленского свое видение так понимаю у людей за границей за океаном видение совсем другое на чем она основывается нет я с вами не согласен я думаю что у президента зеленского было видение самого начала правильное потому что самого начала это стало мемом он сказал мне не нужно такси мне нужно оружие и самого начала требовал оружие и хотя бы закройте небо остановите убийство гражданского населения президент зеленский насколько я понимаю никогда не отходил от этого даже как-то позвонил белый дом президенту байден и тот на него накричал мол будь доволен тем что тебе дается но все остальные включая сми украинские твердили совершенно другое твердили что все есть все отлично все идет сейчас будут танки сейчас будут самолеты сейчас все будет и вот сейчас сейчас только потерпите еще две-три недели и все это решится ну и конечно же россияне использовали это время для фальсифицирования своей обороны выпрямления фронта и теперь ситуация конечно же сложная а американцы и слушайте мы вам все дали что что нужно было и давайте наступайте где-то вы видели такое чтобы наступали без бронетехники без дальнобойного точечного артиллерии и конечно же без авиации без превосходства где вы видели армию современный перо и так дело то есть вы хотите чтоб я убил своих сыновей и дочерей чтобы я прикончил армию раз и навсегда я что же он как солдат уже не такое не идет начинаются вот выходки такие разные винить всех остальных ваших сми включая израиль хорошо но я сейчас говорю об американских там продвигается тема ну как я это вижу это официальные лица в америке говорят что ожидание от наступления изначально были очень сильно завышены то есть нереалистичны ну и теперь не есть секрет в украине начали говорить что запад способствует потихоньку пока еще очень вяло но тоже волнами происходит это очевидно до определенному давлению на украину со стороны некоторых стран запада америка в этом играет первую скрипку с целью начать мирные переговоры очередной раз на комментируйте но я думаю что это был явно самого начала хотя бы для меня и моего вас практически не появляется в сми появляются другие мнения но это думаю было с самого начала самого начала когда 10 мая андрей николаевич лариона вышел сказал вам ленд лист не дадут вас обманули вам оружие не дадут он это долго долго объяснял потом конечно же из него сделали врага народа когда пришла госпожа спарц виктория спарц то есть главный на логист украины у нас конгрессе то же самое потом вы ее никогда не видели я начал это говорить где-то после 60 дней после того как ленд лист был подписан я сказал нет потому что план не дан вас будет заблуждение потому что президент не дал план действия ленд листов конгресс то есть он не собирается вам ничего давать а эскадрильи самолетов бригады бронетехники дальнобойного оружия но никакой бюджет не выдержит ни американские никакой для этого был создан ленд лист для того чтобы давали необходимое оружие как можно быстрее чтобы закончить это убийство нации но английский насколько я понимаю не работает или по крайней мере не стартовал по причинам которые мы уже обсуждали с вами в эфирах я знаю вашу позицию но все же насколько я понимаю очередные партии приходят помощи американской но и западной в целом украине да насколько я понимаю соединенные штаты америки вот на днях приняли решение предоставить украине новый пакет на 200 миллионов долларов я не буду перечислять но там достаточно большое количество важного для нас военного вооружения но я о чем хотел сказать вот к нам поступит первого да пожалуйста два чем перечислить оно тоже самое артиллерия да 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 это боеприпасы для патриота ракеты соответственно боекомплекты противотанковые ракетные комплексы управляемые ракеты иные боеприпасы стрелковое оружие ну я могу дальше продолжать да опять же это разные формы артиллерии можете спросить любого курсанта первого года как он собирается проводить наступление на фарцифицированные многоэшаложенные глубокие оборонные структуры заминированные поля артиллерии понимаете и 200 миллионов ничего себе 200 миллионов это обалдеть 200 миллионов вам выдан пакет напомню что в афганистане в течение двадцати лет в течение двадцати лет в афганистан каждый день наша армия воевали мы не против 2 армии с баллистическими ракетами танками и самолетами против бородачей которые не умеют писать читать давали 300 миллионов в день в течение 20 лет что такое 200 миллионов но это само за себя говорит мы понимаем да мы делаем выводы интенсивность в скобках она просто удивляет но все же первая партия американских танков абрамс официально одобрена уже к отправке в украину ну и говорят эксперты я не знаю насколько это точно ближайшие выходные это вся партия или какая-то большая часть должна уже прибыть в украину об этом сказал глава отдела закупок сухопутных войск сша дак буш ну и вот тут у меня возникает вопрос что это за абрамсы придут насколько они изменят ситуацию и что будет дальше после этой небольшой партии нам ожидать опять же фронт который растянут примерно такое же состояние как и во время второй мировой войны только тут не советский союз а маленькая украина против примерно советского союза и растянут что такой 31 танк с не очень хорошей броней я не знаю я не знаю как это как это воспринимать что можно с ними когда на другой стороне там 3000 там даже может быть они такие хорошие ничего но все равно это несовпоставимо это не это просто это отвлекающий маневр это то что вы мы сейчас с вами это обсуждали но это не решит не решит ситуацию на фронте я хочу напомнить что до сегодняшнего дня танков абрамс в украине не было насколько я понимаю это первая партия или была какая-то разновидность танков там же один а два что-то такое не было танков и дали леопардов по-моему ну да я же об этом говорю так вот смотрите я о чем хотел сказать и на чем поставить ударение то есть лед тронулся танки начали поступать в украину просто это первая партия дальнейшем это может быть более интенсивно происходить насколько вы владеете информации какие планы никаких с чего взяли что дальше эти танки были даны по-моему девять месяцев тому назад то есть даны деньги вам выданы на эти деньги вы заказали эти танки эти танки делались хотя у нас стоят тысячи эбрамс в пустыне законсервированные то есть я уже один раз заплатил за эти танки которые стоят у нас в пустыне а теперь я заплатил еще раз за эти 31 танк замес того чтобы дать те которые у нас есть там опять же они придумывают разные вещи из-за брони из-за того и из-за другого и вот сделали эти 31 танк я тоже не пойму а дальше ничего где он заканчивается 30 сентября план это то есть его нет он закончил продлят они сейчас боремся за то чтобы его пробили как он был в оригинале представлен в конгресс то есть до окончания войны и продолжать требовать оружие но эти 31 танк еще раз я все разговоры про самолеты про танки это отвлекающие маневры они не решают ничего на фронте это это только это делается для того чтобы мы с вами сидели это обсуждали простите эти танки не решают или количество предоставленных танков не решают количество конечно же не решает это кали 31 танк не решит ситуацию на фронте это даже 2 пардов не решит это конечно важный и один из первых вопросов но есть еще другая версия украинских сми говорят о том что начали только подготовку для военнослужащих украинских вооруженных сил в мае в германии я говорю о системе обучения на это уходит несколько месяцев значит вот ушло несколько месяцев и первая поставка из 31 танка как бы сейчас очевидно не все ли логично в этом звене или что-то не так ну как для меня вообще ничего не логично пожалуйста аргументируйте свою позицию мне это важно моя позиция такова что я думаю что уже все ясно уже это тысячу раз обсуждалось что запад во главе соединенными штатами америки не заинтересован в победе украины в разгроме российской армии в разгроме россии наоборот они или мы больше заинтересованы в стабильности в россии и чтобы путин оставался там власти вот уже я не знаю каким образом может хорошо это политические решения это я человек военный но то что просил ваш президент с первого дня почему мы этого не можем делать если мы не хотим давать наступательное оружие украине то почему мы не можем дать оборонительная противовоздушную оборону чтобы перестали падать ракеты на украинские головы убивая украинских детей женщин гражданское население и разрушая инфраструктуру то есть продолжать давать россии заниматься террористическими актами против украинского народа почему мы не можем закрыть хотя бы небо над городами надо инфраструктуры когда дамбами как критическими структурами украина и также что города по которым до сих пор летят ракеты российские которые опять же нас убеждали что они должны были закончиться через двух недель когда война началась что-то они не заканчиваются там и конца и не видно почему мы не можем за больше чем за полтора года дать достаточно украинцам полу даже может быть не в 16 а другие самолеты у нас есть другие турбопаршевые самолеты которые могут действовать тоже помогая полу чтобы осколки не летели на города и люди не умирали этого я не могу это это я не могу понять но это какие-то политические игры соответственно вы правы когда об этом говорите я думаю что это основная проблема для украины вот политическая составляющая процесса но все же значит есть такой генерал игнат он сказал о том что в общем-то в украине очень качественно закрыто небо киева а благодаря западным партнером ну и как бы окрестностей да а в основном вся территория украины постреливается и это серьезная головная боль насколько я знаю кулеба обратился также к соединенным штатам кулеба это министр иностранных дел о том чтобы а так вам может быть я неправильно называю но вот эти ракеты дальнобойные были предоставлены украины для активизации военных действий эти ракеты залетают и поражают цели на территории противника американцы кстати очень сильно этим обеспокоены и пытаются там значит все это ограничить переговорном процессе я имею ввиду дистанцию который будет преодолевать все ракеты но возникает вопрос действительно почему соединенные штаты и белый дом и администрация байдена не ускорит процесс помощи предоставления большого количества ракет для пво сам самих систем там я не говорю о патриотах они дорогостоящие но по крайней мере американцы влияют на наших европейских партнеров у которых есть более дешевые но не менее качественные системы то есть этот процесс как-то прекратил активно обсуждаться кто в этом виноват мы виноваты все в этом потому что мы не скрипим не требуем не как бы опять же занимаемся вещами которые отвлекают нас от проблемы говорим о тех вещах которые не несут никакой сути но это отвлекает людей или убаюкивает их этим занимается украинские сми уже полтора года что что против чего конечно я довольно таки частенько выступаю моё окружение моему окружению к сожалению очень редко или даже никогда не выпускаются украинские сми поэтому мы все виноваты в этом конечно легко сказать что там израиль нам не дает но это легче всего это традиционно и и все радуются и всем хорошо и всем понятно хотя в списках который создан генштабом наоборот талантеющиеся и опытные генералы и офицеры списках довольно там железного купола нет но есть у вас и в огромные специалисты которые считают что они умные этого поэтому израиль виноваты вот поэтому такая трагедия все отвлекающие манеру это отвлекает опять же от проблемы от сути то что мы должны сделать и то чего мы должны требовать и таких службы такие случаи каждый день происходят хочу только одно опять же когда вы говорите о соединенных штатах америки надо уточнить они соединенные штаты америки соединенные штаты америки то есть американский народ проголосовал за land lease супер большинством наш народ требовал land lease для украины то есть чтобы остановить кровопролитие убийство нации и разрушение инфраструктуры как можно быстрее то есть отдаем все наши права демократические президенту пусть он делает все что нет но белый дом то есть исполнительная власть не решила этого не делать по каким-то причинам и не давать наступательного оружия в том столичке которые потребны украине чтобы завершить это это убийство решил это не делать но более того моя претензия к моей власти это хорошо вы довели мир до этого состояния вы политики дипломаты журналисты хотя бы дайте нам военным выполнить нашу нашу задачу вы нам не даете работы нам не даете инструменты вы требуете у врача у хирурга опытного талантливого чтобы он вылечил рак но инструменты ему для этого для операции вы ему не даете кухонным ножом и делали нет это невозможно поэтому хотя бы тогда закройте небо над украиной то есть закройте небо над городами всю украину понятное дело невозможно это сделать но поля там открыты не надо но хотя бы города инфраструктуру которая критическая дамбы чтобы они не создавали экологические катастрофы россияне мы не имеем дело с террористами хотя бы дайте украинским военным сделать то что они могут хотят и умеют но почему то мы не даем гарри ну так вот вопрос который я направляю вам как вы считаете вот основываясь на собственных как бы убеждениях и анализируя процесс в котором как бы вы активно пребывает игре в соединенных штатах америки что говорят о чем говорят на чем ставят ударение дайте мне ответ что за политику проводит белый дом таким вот образом не давая нам необходимо это договоренности с русскими не хочу вас наталкивать на ответ я хотел бы чтобы вы это сделали самостоятельно по вашему мнению что происходит но это не мое мнение но уже было допечатано и уже высказывалось очень много известных журналистов и даже в таких демократических и левых изданий newsweek где очень известный он описывает как цру и как господин бэрнс он договаривался с путином как они обо всем этом договорились мы видим как посла сюда никогда не прислали как сразу же сняли санкции с северного потока на нас подняли цены на нефть разругались с саудовской аравии тогда все вывели наши корабли из черного моря все было сделано сказали что если бы небольшое вторжение ничего страшного не объяснили что-то большое небольшое то русские выстроились колонны и зашли понимая что сопротивления не будет ни оружия не дали ничего забрали в первые же дни этой администрации забрали по моему триста двадцать или триста пятьдесят миллионов украины передали палестинцам на вооружение когда посыпалось на израиль и вся ракета поэтому я думаю что тут никакого уже секрета нет что сегодняшняя администрация это не я говорю это говорят уже многие и даже в самой администрации даже на демократических каналах они говорят да что был сговор что они так договорились причем давненько договорились и что почему был и будапештский договор и так далее и они не ожидали это ну слушайте где это вы видели чтобы еще до войны за день или за два до войны наш президент предлагает президенту этой страны бросить страну на повезло судьбы и улететь в америку дает убежище слава богу президент зеленский не пошел на поэтому я думаю что тут большого секрета нет они договорились сегодняшние власти я думаю они договорились давненько об этом но им пришла предыдущая власть наша свалилась на голову и пришлось отложить это влацдарм был готов с донбассом и с крымом был готов они тогда говорили не защищать не сопротивляться то есть был обо всем было договорено то есть вы говорите о сговоре или как у нас говорят о договорняке эта тема кстати очень активно обсуждается украинских сми но конечно же не в тех сми которые контролируются властью потому что это не камильфо об этом говорить это там избегают как тему для рассмотрения но в любом случае мы прекрасно догадываемся о чем идет разговор я хотел бы вас спросить вот еще о чем я буквально несколько недель тому назад после саммита в вильнюсе саммита нато разговаривал с андреем миларионовым вы знаете такого общественного деятеля известного экономиста публициста и он меня поразил он сказал пока байден находится комитете президента украина никогда не станет членом нато вы разделяете его точку зрения и по вашему мнению если это так и вам эта тема интересна назовите критерии как вы считаете почему ну опять же я был на саммите нато в 2008 году в бухаресте я принимал участие я тогда был в нато и то что о чем говорит андрей николаевич ларионов он об этом говорил с первых дней войны и даже до войны он начал это говорить и объяснять я не хочу повторять его слова он также говорил что и война не закончится пока в белом доме у нас в самом начале войны он говорил что война не закончится пока не или в россии что-то не поменяется или пока не поменяется власть у нас и на штатах америки пока что то что и происходит и также 10 мая 9 мая был подписывался 10 мая он сказал что ларис вам не дадут и конечно он против него началась ну реально гонение и компания чтобы дискредитировать в украине опять же я не понимаю зачем и кем и почему это делается я я простой солдат я я не понимаю всех этих игр которые были но да в том понятии то что я знаю про нато украину туда не примет чисто во первых соединенные штаты америки на сегодняшний день администрация это сказала опять же это было сделано в первый день этой администрации у нас это были слова президента байдена он сказал что вопрос о принятии украины в нато с на сегодняшний день снят с повестки дня это его слова текет of the table это вот и точные слова то есть снят с повестки нет как могут принять украину ну по многим-многим причинам он придумал что там коррупции в украине албании нет коррупции что мы в соединенных штатах сегодня он сам один из подозреваемых самый большой коррупции который вообще была но это отговорки но и с другой стороны тоже тоже что-то по этому поводу делать потому что как принимать надо надо это должно быть не большинство голосования а это должно быть единогласно все страны классно голосуют то есть если одна страна проголосует против принять невозможно я уже не говорю там о пятом параграфе и так далее поэтому вы думаете там германия франция венгрия проголосует за украину я думаю что нет поэтому опять же это все отвлекающий маневр сегодня говорить о украине вступление в нато это отвлекающий маневр и раздражает многие страны в нато и раздражая тех которые понимают что это пустой на сегодняшний день разговор пока соединенные штаты не решат для администрации белого дома я бы не был там президент не решат что время подошло и надо нам придумывать какую-то систему может быть поменять некоторые критерии в нато то есть голосовать большинством они единогласные тогда я получил ответ на свой вопрос благодарю вас за ответ но я хотел бы вот если мы говорим о нато все-таки основным бенефициаром нато являются соединенные штаты америки и это факт и в общем то ключевой голос до принятия решения в первую очередь это американский голос ну вот нюансы лучше всего я предпочитаю иллюстрировать до разговор значит что говорят украинские военные сотрудничество с нато вот в этот ужасный военный период они говорят первое очень мало времени подготовки для украинских военнослужащих на базах нато в европе но и в том числе в сша ну то есть большее время нужно тратить на подготовку военнослужащих для эффективной значит эффективного процесса далее они говорят о том что вооружение которое приходит либо не очень современное либо рассчитано не на такие активные боевые действия ну вот яркий пример да не буду вдаваться подробности называть фамилии и детали но один из командующих одного из направлений сказал что те машины которые пришли для боевой пехоты они рассчитаны на повстанцев но совсем не рассчитаны под определенный калибр патрона у которой или снаряды которые используют россияне игре стрелковом вооружении и так далее мол в этом есть определенные несостыковки то есть огневая мощь настолько сильно что эти а машины не выдерживают никакой критики далее вот что касается ситуации с критикой нато относительно ведения боевых действий заложный даже на это тоже очень ярко агрессивно отреагировал сказал что он лучше знает да что происходит например нато категорически против чтобы вооруженные силы украины использовали артиллерию для продвижения ну выбивая минные поля использовали огромное количество боеприпасов которых и так не хватает а чтобы они торпедировали эти участки боевыми диверсионными или там какими-то группами ну я не хочу вдаваться в подробности вот этими оперативными огневыми группами это тоже как бы есть камень в общем-то напряжение до столкновения между вооруженными силами украины засу и соответственно представителями нато они же инструктора работают и здесь насколько я понимаю что вы об этом скажете как вы это понимаете и насколько это глубоко и серьезно но первое то что сказали обучение украины недостаточно времени обучить украинских военных чтобы они там были чтобы принять надо мне это вообще звучит смешно если честно вам сказать что украинские военные уже воюют полтора года это они вас могут обучить уже войне и как надо воевать они нато и да у нас есть какие-то стандарты да у нас есть там академии все это но сегодня самый большой боевой опыт в такой войне это у украинских военных поэтому сказать что мы не можем воспринимать потому что вы еще не очень хорошие военные для меня звучит дикостью какой-то опять же придумано кем-то каким-то я не знаю кто журналистом придумано который в нато я не знаю качество качество военной техники которая поступает круто что я говорил о критике насколько я понимаю качество техники плохая пока потому что то что то что я вижу передает это вот эти вот м-117 с вьетнамской войны сэра вьетнамской войны мы даже в витаме не пользовались они ломаются все во вторых это звали наши инструктора я была все мои офицеры все вторая сержанты когда я был курсантом они были все вьетнама были ребята из вьетнама они даже тогда говорили что они назвали гробы на гусенице то есть во внутренних не заходили обкладывали мешками ездили сверху поэтому конечно же опять же одной артиллерии и спецназом я не знаю но это называется не спецназ штурмовые бригады принято сейчас так называть да для меня это я не был обучен таком понимаете я могу только говорить из личного опыта или то там чему мне рассказать чему не обучали нет нету такого опыта и нет таких знаний вот так вот воевать как воюет сегодня украина за что я конечно там половой все с этим минимальным арсеналом с минимальная подготовка и украинцы конечно же воин блестяще и военачальники делают наверное какие-то чудеса и там на черном море и в разных диверсионных и штурмовых группе мне сложно это судить кроме пока я могу только этим восхищаться опять же я не знаю какие потери сколько это стоит никто этого не знает примерно конечно все мы можем это гадать но то что украина долго так воевать не сможет это то что вот это оттягивание постоянное том о чем говорил андрей николаевич ларио это конечно криминально и опять же дни закрытия неба то что это террористическое терроризирует украинское население то есть я так понимаю что f16 мы не увидим априори ближайшее время и даже разговоры о подготовке пилотов или военных летчиков как правильно называется пока об этом речи не да об этом никогда речи не было кроме ваших сми президент байден вышел и четко сказал что f16 украине не нужны и что он их не даст потом после опять же вот когда говорят но все равно мы так вот видите сейчас танки дают аймар сначала горе не дадим потом начинают давать но при таком при такой скорости передачи украине оружие я думаю у вас просто не хватит людей это чрезвычайно медленно и чрезвычайно недостаточно в моем понятии опять как каким механизмом можно передать вам я его не вижу вот этими пакетами эскадрильи f16 обучение пилотов про которые опять же вам рассказывали эти все сказки это вы знаете в моей семье мне близкий человек военно-морской летчик и я частенько с ним разговариваю про авиацию и он сказал что летчиков это крим-де-ла-крэм это лучший из лучших любого общества летчики и истребители это молодые ребята которые во всем и во всех отношениях они отличаются от остального населения перед дашим табуретку они полетят на ней это люди которые созданы летать я это вижу своей семье а труднее конечно же обучить персонал обслуживающий персонал логистику вооружение связь с спутниками с наземными силами это это огромная огромная инфраструктура опять же я был частью команды которая этим занималась передачи в 16 в польшу это конечно мне сложно слушать ваших экспертов которые начинают об этом говорить не понимая что такое и не осознавая и мой вот член моей семьи который пилот он сказал пересадить этих летчиков это как жигулей на мерседес с мига на f16 да там есть там в основном это оружие навигации так далее но опять же эти ребята настолько талантливые настолько схватываются что это будет несложно и ваши эксперты знаете меня даже поражает они плагиатом таким занимаются они даже не поменяли марку машины не так сказали жигулей на мерседес то есть я любы хотя бы марку можно то есть они не знают о чем они говорят и не понимают я не знаю что и теперь у нас получилось то что опять же вас убаюкивали рассказать что уже летчики учатся уже все летчики это одна из самых несложных да еще и инфраструктура и соответственно персонал который будет обслуживать самолеты этот комплекс не будут вылетать там с польши или из германии но по ходу такого договора тоже теперь мы но откуда эти самолетовознать теперь президент байтин сказал что он не против если какая-то третья страна отдаст эти самолеты что американцы американский налогоплательщик задает себе вопрос точно так же как и с этими танками мы заплатили уже один раз за 16 они у нас стоят в пустыне в оризоне но сейчас третья страна которая если какая то есть страна согласится пока что ни одна страна не согласилась то что вам рассказывали правда шоколицы создан что они сейчас передадут нидерланды еще какая-то страна они должны заменить свою авиацию целую инфраструктуру они инвестировали в это огромные деньги с каким самолетами они будут их заменять наверняка они захотят заменить f-35 эти самолеты которые они передадут украину но опять же сколько этих самолетов передаст когда как а теперь я опять должен заплатить за f-35 я уже заплатил за f-16 который стоит почему мы напрямую не можем эти ф-16 которые у нас есть передать украине чем даем разрешение в этой третьей стране то есть вы намекаете на то что просто нет политической воли принимать быстро и правильное решение горит отдельная тема для разговора пожалуйста далее теперь что они говорят некоторые страны говорят дождите а зачем мы будем тренировать летчиков наземные механиков связистов оружейников это целая армия очень дорогих людей очень дорогое чем мы сейчас будем а никто самолеты не даст смысл а другие говорят чем мы будем давать самолеты если у них еще никого нет кто на тренировок то есть мы заполним бассейн с водой когда вы научитесь плавать вот получается это опять же это кичит то есть гарри я так понимаю что в этом плане колоссальное количество вопросов на которые нет ответа в общем-то и не желающих искать я правильно вас понимаю я думаю что ответ есть просто вы не хотите выше этот друг ответ то что вам вам не помогут вам морочат голову и вы огромная часть тех кто продолжает это дело участвовать в наших выборах в америке делать отвлекаться на какие-то другие вещи рассказывать про танки рассказывать про самолет рассказать про спутники расскажет еще просто отвлекаясь от главной цели от победе в войне чтобы победить войне вам нужно все россия но это лечение это абсолютно правильно мы ставим три точки мы ограничены немного во времени спасибо большое вам гарри за то что были с нами на связи это был канал дикий лайф гарри табах военных экспертов и штаты америки был нашим гостем спасибо жму руку оставайтесь на нашем канале подписывайтесь на него с большим уважением виталий дикий встретимся через небольшой промежуток времени до встречи и и и и